Здравствуйте, дорогая публика! Здесь у меня такая тема разговоров любимая. Волновая оптика и оптика, ну скажем так, квантовая, оптика отдельных частиц. Это на тему дуализм волна-частицы, квантово-волновой дуализм. С одной стороны электромагнитные волны, свет – это электромагнитные волны, а с другой стороны – это частички. И причём не просто с одной и с другой стороны, а это в неразрывном единстве. С одной стороны, пока свет движется к нам от источника, потом рассеивается на нашей поверхности, потом этот свет собирается линзами объектива, проецируется на фотоплёнку или на фотоприёмник полупроводниковый. Это всё пока ещё электромагнитные волны. У них есть замечательные свойства. Вот сейчас я про эти свойства сначала вам расскажу. Видите ли, в чём дело? Замечательное уравнение Максвелла связали между собой электрическо-магнитные поля. Замечательный учёный Генрих Герц открыл, что у этих уравнений Максвелла, дифференциальных уравнений с частными производными, есть решение волновое. Он даже сгенерировал электромагнитную волну и её зарегистрировал. Очень быстро догадались, что можно генерировать эти волны в одном месте, в другом регистрировать, осуществлять при этом связь по радио. Вот наш Попов, их, а он вообще-то тоже наш, общий мировой, Маркони, вот создали радиосвязь. И пошло-поехало. Так вот, волны, свет – это тоже электромагнитные волны. Они преломляются, когда нужно. Почему? Потому что электрическое поле, оно в разных средах по-разному себя ведёт. Есть такое понятие – диэлектрическая проницаемость среды. Она связана с тем, что в этой среде частички её поляризуются. Вот, например, воздух. В нём есть молекулы воздуха. Они, попадая в электрическое поле, начинают поворачиваться, пытаться повернуться в нужную сторону. Таким образом, в принципе, есть такая скучная наука, называется она макроскопическая электродинамика. Ну, для теоретиков это самое то. Есть такие теоретики, которые увлечены, хорошо в этом понимают. А есть экспериментаторы, вроде меня, которых… Ну, не то чтобы раздражал, нет, мы его выучили, издали. Курс назывался «Электродинамика сплошных сред. Уравнение Максвелла в среде». Помните такое слово? Во, это вот оттуда всё было. И связано движение нашего света именно с тем, что разные гиэлектрические среды по-разному поляризуются. Это такое вот с одной стороны, как что называется. Поэтому по-разному поляризуясь, у них получается разная скорость распространения электромагнитных волн. А дальше надо произнести заклинание. Принцип «ферма». Оказывается, свет распространяется по пути наименьшего времени. Так что быстрее дойти. Как вот вы пойдёте куда-нибудь по дороге, вы будете предпочитать те участки, где плохо идти, миновать, так сказать, срезать, пройти перпендикулярно. Ну, такой детский пример. Вот вам нужно из одной точки в другую пройти, а между вами, естественно, лишит полоса вспаханной земли. Ну, по пашне вам тяжело идти, и поэтому вы постарайтесь её перпендикулярно пройти. Вот так преломился и дальше пошёл. Вот это вот и называется преломление света. Связано это как раз с волновыми свойствами света. Ещё один очень важный элемент с волновыми свойствами связано это дифракция-интерференция. Френель. Как раз после, собственно говоря, опытов Юнга, в которых явно проявилась интерференция света, помните опыта Юнга, две щели, и вот от этих щелей получаются дифракционные картины или интерферационные картины, как хотите называйте, мне это всё равно. Так вот, он объяснил, что это, говорит, волны какие-то цветовые, тогда ещё про электромагнитность их не знали, и вот они складываются, если они друг друга усиливают, яркое место ослабевают, тёмное место ослабляют друг друга. И вот, значит, когда он докладывал свой труд, как, наверное, это называется, мемуар, докладывал он в Академии наук французской, это было, по-моему, году в 18-м, 1800, то Луи Араго был такой тогда очень важный учёный, по-моему, это был он, он говорит, слушайте, а вот если вот взять такой вот экран круглый, непрозрачный, и пустить на него пучок света, то есть, знаете, согласно вашей теории, как раз в центре вот тени будет светлое пятнышко, давайте проверим. Проверили, и да, было светлое пятнышко, это был, так сказать, триумф волновой теории света, да, после этого никто не думал ни про какие корпускулы, волновой свет, но одна проблема, вот он ещё и дефрагирует, интерферирует. Если вы будете смотреть на мир, так сказать, через маленькую дырочку, то будет сказываться вот эта вот дифракция. И вообще разглядеть что-либо, что-либо, которое очень маленькое, ну, порядка длины волны, лучше сказать, меньше половины длины волны, но просто невозможно. Нельзя получить изображение вот с такой точностью, с таким разрешением. Это предел разрешения оптических микроскопов, так вот говорят. И, соответственно, предел не только разрешения оптических микроскопов, но и получения проекционного изображения. Вот хотите вы спроектировать изображение на стенку, так вот детали меньше длины волны у вас не получится. Это очень важно, когда вы проецируете на стенку, а на фоторезист, которым покрывается заготовка для производства микросхем. И вот мельче чего-то сделать не получается, нельзя. Вот. Так вот, вернёмся опять к волнам и к поляризации. Вот представьте себе маленькая частичка. Маленькая частичка, на неё падает электромагнитная волна. В этой маленькой частичке начинается происходить поляризация молекул. Вот они поляризовались, а дальше что делать? А они в другую сторону поляризуются. То есть получается движение зарядов. Вот он в одну сторону заполяризовал с молекул, в другую, в одну, в другую. Или хотя бы до конца не успевает, дрожит. Будет происходить излучение электромагнитных волн. Вот из уравнения Максвелла следует, что движущиеся ускоренные заряды излучают электромагнитные волны. Например, когда свет падает на металл, ну металл, представьте, отполированное металлическое зеркало, до зеркального блеска поверхность металла. Падает свет и отражается. Почему? Потому что в металле есть электронопроводимости. Они более-менее свободны. В пределах металла могут двигаться под действием электрического поля. Падает электромагнитная волна, начинает эти электроны таскать то в одну, то в другую, то в одну, то в другую сторону. И они излучают электромагнитные волны. Вот они как раз отражают. А теперь представьте себе частичку, маленькую частичку, пылинку, на которую упала электромагнитная волна. В ней начинает поляризоваться то в ту, то в другую сторону атома. И они что будут делать? Переизлучать. Излучение. Излучать. Так происходит рассеяние света на мелких частичках. Вот, например, небо у нас голубое. Почему? Потому что такое рассеяние тем сильнее, чем длина волны короче. Вот это называется релеевское рассеяние. Вот с помощью этого факта Тиндаль, такой был учёный, объяснил почти цвет неба, почему он голубой. Это, кстати, очень есть простой эффектный опыт, который можно поставить у себя, как говорится, дома. Вот берёте воду, типа сосуд такой, длинный-длинный сосуд, и в него добавляете какую-нибудь муть. Ну, в качестве мути надо качественную муть использовать. Это муть качественное молоко. У молока есть маленькие шарики в нём, которые представляют из себя жир. Вот такие маленькие-маленькие шарики жира. Молока совсем немного. Ну, как будто ополоснули бутылку из-под молока и вылили. Такие вот помои от мытья бутылки из-под молока. И вот идёт на них свет. Вот он падает сюда сбоку, и видно, где он упал в сосуд. Такой вот голубоватый рассеянный, свет голубоватый. Вообще, в принципе говоря, опал, ополисценция, всё такое чувствуется, что такое голубоватый. Молоко такое какое-то голубоватое бывает. Не надо путать с светом синих кур, которые раньше всегда были в магазине. Ну, может, опять появятся, подождите. Не надо путать с этим светом. Так вот, проходит этот самый свет дальше, а в конце этого сосуда он становится желтоватеньким каким-то. Очень интересное явление. Ещё одно явление я наблюдал сам на своём глазе. У меня, знаете ли, я была глукома по молодости. По молодости это не значит не в 15 лет. Ну, понимаете, для меня сейчас 50-летний человек, он молодой. Он жизни не видал. Идёт какая-нибудь молодая 55-летняя красавица. Молодая, молодая. Ну, понятно, потому она и красавица, что она молодая, ей всего 55 лет. Это для вас она не молодая. Для меня такие красавицы очень молодые, юные. Ну, что вы, на 15 лет моложе меня, что вы хотите? Девчонка ещё. Так вот, к чему я клоню? Когда я был молодой, была у меня глукома. Глукома – это когда, значит, повышенное внутриглазное давление. И я её вылечил пиявками. Вот поставишь пиявочку, пиявочка укусила и впрыснула в кровь своё вещество – герудин. Это вещество повышает проницаемость мембран головного мозга. Кайф необыкновенный. Ну, и, кстати говоря, падает глазное давление. И потом смотришь – а всё такое голубенькое. Почему? Потому что глаз-то был раздут, теперь он сдулся. И на поверхности глаза образовались маленькие-маленькие морщинки. Вот на этой вот самой роговице. И вот на этих маленьких-маленьких морщинках происходит как раз релеевское рассеяние. Свет-то падает, электромагнитное поле в нём что-то там возбуждает, поворачивает молекулы белка вот этого, из которого он состоит, да, значит, оболочка, да. Это тот же белок, из чего состоит кожа, волосы и, простите меня, рога. Вот, тот же самый белок. Кератин, да, называется. Ну, это целый класс, наверное, белков на самом деле. Вот, и код становится голубым. Всё стало вокруг голубым и зелёным, такая песня была. Но тут зелёным не становится, только становится голубым. Вот, прикольный эффект. Да, небо почему голубое? Думаете, там высоко какая-то пыль висит? Нет, ничего не подобного. Всё вообще очень прикольно. На тех больших высотах очень мало молекул воздуха. Вот, поэтому они бегают, их совсем мало. То есть, то в одном месте их чуть побольше, а в другом месте чуть поменьше. Так бывает. Вот, когда у вас, ну, как сказать, много чего-нибудь, да, ну, в одном там чуть побольше, в другом чуть поменьше. Отличие незаметно в процентном количестве. А тут сразу бросается в глаза. В одном ничего, в другом чуть-чуть. Или в одном почти ничего, в другом чуть-чуть побольше, чем почти ничего. Вот. И вот на этом происходит то самое релеевское рассеяние, которое создаёт голубое небо. Да, вот так вот. Вот на этих частичках. Да, и этого, мало того, есть такая терпосферная связь. Радиоволны отражаются вот от этих вот неоднородностей, и, соответственно, их можно принимать на дальних расстояниях. Это такое, как бы сказать-то, вот именно от этих неоднородностей отражается. Не от ионосферы, а вот от этих вот неоднородностей. Да, вот такая вот терпосферная линия связи. Интересный такой вот вариант был. Так, это я вам сказал, это я вас предупредил. То есть, вот есть такой процесс. И вот дело было, по-моему, в 1984 году. Сейчас я проверю. По-моему, в 1984 году. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Терпение, терпение. Вы куда-то спешите? Я никуда не спешу. Вот. Работа появилась теоретическая в журнале экспериментальной теоретической физики. Да, в 1984 году. Работу эту написали в соавторстве два человека. Нет, один человек написал. Трибельский. Трибельский. Трибельский написал эту работу. Михаил Исаакович Трибельский. Ныне он доктор физмат-наук, профессор. Работает он на физфаке МГУ. Вот такой, можно сказать, физик. Это была работа теоретическая. Вот как раз он, видимо, любил решать уравнение Максвелла в среде. То самое дело, чего я не очень любил делать. И он, значит, рассчитал, а что же будет, как будет себя вести электромагнитное излучение, попадая в маленькую частичку. Вот он с ней стал разбираться. Частичку меньше длины волны, разумеется. Много меньше длины волны. Вот если вы помните, Майкл Фарадей придумал такое понятие силовые линии электрического поля. Там, где силовые линии гуще, там больше напряжённости электрического поля. Ну, ещё придумали экипотенциальные поверхности, которые перпендикулярны вот этим линиям, силовым линиям электрического поля. И, значит, они так проходят, чтобы плотность вот этих вот линий была одинаковой. Вот на этой вот поверхности, экипотенциальной поверхности. А тут автор использовал, не знаю, он придумал или не он придумал, в качестве таких вот линий, линии потока энергии электромагнитного поля. Это называется вектор Умова-пойнтинга, или пойнтинга Умова, или просто вектор пойнтинга. В разных учебниках по-разному называют. Это векторное произведение напряжённости электрического и магнитного полей. И вот векторное произведение направлено как раз вдоль направления распространения этого поля. И вот тут он рассчитывает, а что будет, как будет излучать под действием падающего на него электромагнитного поля вот такого рода частичка. И оказалось, вот что оказалось, картинка вот с этими целыми линиями. Свет здесь падает сверху вниз, и, как видите, он концентрируется. Внизу, правда, есть такие две голубые стрелки, это указатель. Я, на самом деле, эту картинку взял из журнала «Природа», где есть статья. В которой обо всём этом рассказывает сам автор Михаил Исаакович Требельский. Вот такая вот статья есть. Вот эта картинка в этом вот журнале. Я её только перевернул, она у меня вот так вот накладывается. Решил перевернуть, переворот сделать в изображении, в изобразительном искусстве. И, как видите, посмотрите ещё раз на картинку, вот этот поток, он концентрируется. Получается так, что частичка, которая меньше длины волны, она концентрирует поток излучения. То есть, работает, как собирающая линза. Вот так вот, концентрирует поток излучения. Это очень важный результат, такой неожиданный, но важный. Непонятно, как его можно использовать. Ну, вы помните, что опыт Юнга был открыт на стыке XVIII-XIX веков, был проведён на стыке XIX веков. До сих пор его обсуждают. И, значит, дифракционные методы стали пользоваться, использоваться десятилетия спустя. Тут вот это вот явление открыто было в последней четверти, скажем так, XX века. Ну, глядишь, скоро опять будем их использовать. Глядишь, войдёт в использование. Кстати, говорит, Ребельский проводил эксперименты. Ну, понятное дело, что вот так вот хорошо сделать измерения в оптическом диапазоне очень трудно. Это вот расчётная картинка. Он брал микроволновое излучение и облучал им, значит, объект, состоящий из диэлектрика. Например, воду. Шар водяной, ну, шар, наполненный водой. Или там какая-нибудь трубка, наполненная водой. Вот как там будут вести себя вот эти вот линии потока, значит, вектора-пойнтинга. Вот они ведут себя именно так. То есть всё совпало с предсказаниями. Теперь дело стоит за тем, чтобы провести эту реализацию действительно в оптическом диапазоне. То есть в диапазоне микроволнового можно... Да, и, кстати говоря, линзы для микроволнового диапазона вполне актуальны. Вполне актуальны. Вполне себе актуальны. То есть их можно там применять для каких-то целей, для концентрации излучения, например. Вот, теперь, значит, а для чего это можно применить в оптическом? Ну, первое самое простое применение, которое предлагает Требельский в своей статье в журнале «Природа», это медицинское применение. Вот если умудриться эти маленькие объекты... Собственно, это как бы микропластик получается, да? Микро-микро-микропластик, нанопластик, да? Сделать такими, чтобы они попадали в клетки больные. Например, клетки больные раком. Раковой клетки. И облучаете вы эти клетки, чтобы их убить лазером. Обычная процедура заключается в том, что, скажем, инфракрасным лазером выжигают опухоль. Дым идёт, кстати говоря. Если эту опухоль выжигают в желудке, изо рта идёт дым, то стоит дымосос и удаляет оттуда дым. Если обрабатывать ультрафиолетовым лазером, происходит сразу возгонка и разрушение белков. Вроде как более щадящий режим, но тоже убивает всё подряд. А тут, вот они попали эти шарики в больную клетку. Клетку облучают мощным лазерным излучением. Это мощное лазерное излучение в этом объекте, оно ещё сильнее концентрируется и до такого уровня, что в этом месте в клетке, в клеточной жидкости, что-нибудь с ней происходит. Пузырьки появляются, разрушаются, убивается клетка. Вот так вот избирательно можно убить раковой клетки, не повреждая соседней. Вот такая вот идея в этом журнале изложена. Есть ещё одно приложение. Вы знаете, есть такое слово «оптические вычислительные машины». Я его слышу с детства. У нас были примеры гидравлические вычислительные машины, пневматические вычислительные машины. В принципе говоря, всё равно, чем вы передаёте сигнал – электричеством или сжатым воздухом. Но другое дело, что размеры объектов, ну и быстродействие их, соответственно, бывает разное. Вот вроде бы и светом передавать максимальное будет быстродействие. Быстрее свет, ведь трудно ещё что-либо найти. Но есть маленькая проблема. Объекты все должны быть достаточно крупными. Они должны быть больше полуволны, иначе там не соберёшь ничего, свет, ничего, не сработает вот этот вот какой-нибудь оптический транзистор, скажем так. Получается, всё очень громоздко. Проигрывает по объёмам. А вот как, если использовать вот такого рода тела, такого рода оптику? Это ещё, конечно, никто не придумал как. Ну ничего, хитроумные японцы придумают, трудолюбивые китайцы сделают. А мы потом будем вспоминать, да вот это же у нас придумали в России ещё в 1984 году. Ну, в общем, очень даже может быть. Но реализовали, естественно, не у нас. Потому что там догадались дать крупные деньги. Представляете, какая ситуация? Вот работает человек. А он молодой человек тогда был в 1984 году. Я не знаю, кем он работал, кем был. Но вот он создал эту работу. Провёл эту работу, доказал чего-то. Ну, может быть, даже у неё идеи уже тогда были, как это сделать. Ну, что это значит? Есть большие, так сказать, киты промышленности, гиганты. Там, директора научно-исследовательских институтов, начальники и главные конструкторы крупных КБ. Вот они распоряжаются большими потоками денег. А что, вот этого парня поставить, туда ими распоряжаться? Мне что, серьёзно? Нет, конечно. Это невозможно. Ну, и сейчас у нас такая практика, что, ну, представляете себе, это же можно что-то попилить. Нет, грантик ему можно выделить, да, можно наградить какую-нибудь премию президентскую, ещё чего-нибудь. Академия наук премиями награждает, медаль можно дать, даже золотую медаль можно дать академическую, хотя это очень большая честь. Ну, и, честно говоря, пора бы его выбрать в Академию наук. Кого там только нет, а вот его вот нет, к сожалению. Хотя нам будет потом стыдно наверняка, когда всё это будет реализовано, скажут, а он даже академиком не был. И, знаете, у нас вспоминают, вот кто открыл первый гормон растения, да, первый гормон растения – это этилен. Открыл его лаборант Петербургского университета. Лаборант открыл. Когда заграничные люди о нём рассказывают, говорят, ну, он говорит, профессор был. Какой профессор, лаборант? Он ходил на работу по набережной Васильевского острова, по университетской набережной, а тогда там стояли газовые фонари, а вокруг газовых фонарей трава жёлтая была, потому что утечка шла. На Руси живём, хоть и Петербург. Утечка шла газа, и он стал разбирать, чтобы разобрал газ по частям, да, какой именно газ так приводит к этому действию. Это оказался этилен, гормон зрелости. Достаточно пустить этилена немножко вот в склад бананов, да, зелёных, как огурцы, они станут жёлтыми, как бананы, огурцы, да. А для вас, кстати, есть такой способ. Берёте вот эти зелёные, как огурцы, бананы, берёте яблочко, режете мелко, и в пакетик полиэтиленовый вместе с бананами завязываете, ну, более-менее герметично. Всё, они будут скоро жёлтыми. Вот такой метод меня в Институте физиологии растений научили. Вот, лаборант открыл. Он так лаборантом и остался. Здорово как, правда? Вот, ну, а тут, соответственно, то же самое. На Руси живём, ничего не поделаешь. Прижми хвост и опусти глаза. Ничего не поделаешь. Ну, ладно. Ну, журнал хороший. Ну, я чё-то вот вместо панигирика рассказал какой-то вот… Ну, нет, по-моему, здорово получилось. Кстати, в этом журнале ещё одна статья есть. Её написал Михаил Арсеньевич Иванов. В соавторстве Сергея Николаевна Гусевой. Гусеву я не знаю, а вот Михаил Арсеньевич Иванова-то знаю. Мы с ним встречались на жизненном пути. Эта работа посвящена Венере. Вулканическая активность корон Венера, так называется. Михаил Арсеньевич Иванов, он был у меня на передаче «Собеседники». Наверняка вы эту передачу «Собеседники» можете посмотреть. Телеканал СГУ-ТВ, или Первый образовательный, у него есть свой канал в Ютубе. Он уже не работает, не функционирует, как телевидение. Но у телекомпании СГУ-ТВ есть канал, который называется «Борис Бояршинов». Там собраны все мои работы, в том числе и вот это. Можете там поискать в «Собеседниках», их было много. Вот, «Собеседники», беседу с ним. Потом мы с ним ещё записали, он, вернее, записывал, я как бы был продюсером, я там менял фотографии ему, лекции, курс лекции по планетологии. Замечательный был курс лекции. Так вот, он ещё прославился вот чем. В журнале, по-моему, «Ньюс Уик», была статья про него. И писали, что вот Иванов стоит целой геологической службы США. Потому что по данным, которые были получены, по радиолокационным данным Венеры, американским, он составил геологическую карту Венеры. То есть, он стоит целой геологической службы США. Он одно время работал в Род-Айленде, в штате Род-Айленд. Сейчас он, как видите, в Москве работает, в институте геохимии имени Вернадского. Геохи Ран, Российская Академия Наук. Он такой тут серьёзный, сверху смотрит, в клетчатой рубашке. А я его запомнил, он был в свитере таком, шерстяном свитере. Ну, таким строгим тогда не был, боязно к нему подойти. Ну, в общем, тоже выдающийся человек. Журнал «Природа» – это научно-популярный журнал. Его пишут учёные для учёных. То есть, для учёных, которые работают в смежных отраслях. Они, так сказать, по-простецки объясняют, чё, да как, да почему, чтобы можно было разобраться людям, которые не в теме в данный момент. Вот такой замечательный журнал. Он издаётся с 1912 года, ещё с дореволюционных времён. Вот такой вот замечательный журнал. Так, каков вывод из всего этого? А вывод из всего этого следующий, что, как видите, открытие, по сути дела, такого вот поведения оптического излучения, в районе маленьких инородных частиц, которые вот его фактически фокусируют. Кстати, там не обязательно частицы должны быть диэлектриком, там и металлы так делают, металлические тоже так фокусируют. Вот, и глядишь за этим будущее в области вычислительной техники, например. Потому что, как ни крути, один из возможных вариантов – это оптические вычислительные машины. Там нужно, бывает, будет создавать повышенную напряжённость электрического магнитного поля, электрического поля, в частности, чтобы менять свойства нелинейных оптических средств. Знаете, как вот если свет проходит, вот просто у нас тут, через линейную оптическую среду, он не меняет её диэлектрическую проницаемость. А бывают такие, что вот идёт опорный пучок, и он меняет диэлектрическую проницаемость, соответственно, другой пучок отклоняет свет, и диэлектрическая проницаемость изменилась. Это очень важно, можно управлять. А тут как раз они концентрируют, бац, и изменил, где нужно. Да, вот так вот. Ну, вот такие вот дела. Не забывайте поддерживать меня материально. Можете... Да, кстати говоря, вот эти вот... Помните, я вам там говорил про уравнение Максвелла, да? У меня есть лекции на... В Бусти называется. Называется Бусти. Лекции по общей физике. Они вообще рассчитаны на студентов, вот. Ну, так вот, для студентов, которые интересуются физикой. Вот. И там есть лекция как раз про то, как это так получается, волновое уравнение из его уравнения Максвелла. Так что можете подписаться на Бусти и смотреть. Да, импортные мои товарищи могут мне донатить... Они, да не могут мне в банк присылать деньги, в Сбербанк, например. Или... Юмани, или там... Юмани, или Киви кошелёк. Они могут мне, например, посылать, тем не менее, на Бусти. Да, Бусти можно из-за границы подписываться, донатить. Донейшн Аверс тоже для заграничных людей работает. Ну, и можете и поддерживать меня через Ютуб, конечно. Чё ж, Ютуб, он тоже функционирует. Функциклирует, как говорил один мой знакомый. Всё вполне функционально ещё до сих пор. Дай Бог, чтобы продолжалось это подольше. Ну, спасибо вам большое. Жду поддержки. Без поддержки никуда. Вот я вам рассказывал, как надо было поддержать, когда его, да? Сейчас бы, глядишь, мы впереди планеты всей бы были. Хоть в каком? А как? Что же ему деньги отдать? Он будет кредитами распоряжаться? Ага. А там есть такие гиганты сидят, титаны. Они вхожи, понимаешь, в ЦК КПСС, Политбюро. Они вопросы решают. Естественно, не в его пользу. Ну, всего доброго вам. До свидания. Всех благ.